Веселый паровоз Симово-2009 понесет нас в следующий год, а за окном пассажиры увидят зимний городок, состоящий из тысяч гирлянд, сверкающих арок и фонтанов. Всю эту красоту уже начали устанавливать на площадях и улицах города. Украсить мосты и дома планируют уже к 10 декабря. В этом году мы впервые с 27 декабря проводим концерты на нашей площади, которую мы назвали площадь искусства, и в парке. В парке мы 26-го числа открываем резиденцию Деда Мороза. Дед Мороз будет ждать ребятишек там, где теплее и уютнее, в кафе «Блинный». Ну и о самом главном. Елку-красавицу привезут из Краснослободского района и установят на площади до 12 декабря. Ее родственницы в районах города появятся чуть позже. Но вот от некоторых ежегодных украшений все же отказались. В этом году ледяные фигуры не будут, хотя очень жаль. Весь вопрос в том, что сейчас льда еще на водоемах нет, а предприятие, которое может заморозить лед, оно не в состоянии заморозить столько льда. Не будет и аттракционов. Погон у нас непредсказуем, а они могут работать лишь при температуре воздуха не ниже минус 5 градусов. Но на площади расположится целых два игровых комплекса для детей. Другими словами, новшеств много. Ночная Москва, ночной Санкт-Петербург, так и у вас. Ночная Саранск, тоже это очень красиво все смотрится. И на Новый год хотелось бы, конечно, тоже у вас побыть. Будут приветствоваться дворовые елки в микрорайонах города. А значит, активность горожан, особенно молодежи. Ведь 2009 объявлен ее годом. Ольга Данильевна, Максим Киекин, Вести, Мордовия.